Основной темой нашего эфира это будут основные препятствия на пути к чтению или изучению Кур'ана. И эту тему мы выбрали неспроста. Мы проводили опрос у нас в Телеграм-канале, и результатом был, что именно большинство, большинство количества людей проголосовало, что вот именно сталкиваются с этими препятствиями, такими как лень, или же работа, нехватка времени и так далее. И Хазрат, дорогой Хазрат наш, уважаемый, прежде чем приступить к этой теме, пожалуйста, хотелось бы узнать немного о вас, о вашем пути, как вы выучили Кур'ан, как вы пришли к этому, и какими трудностями вы сталкивались. Дя'закум Аллаху, хайран, ахсаналлах, айляйкум. Уайякум, ашаллах. Бسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يقدм من يشاء بفضله, ويؤخر من يشاء بعده. لا يسألوه مخلوقون عن عِلَّةِ فِعْلِهِ وَلَا يَعْتَرُضُ عَلَيْهِ دُعَقْلِهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِينَ مُحَمَّدُ وَالصَّلَاتُ وَالصَّلَاتُ وَطَالَسُّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَاءٌ وَالْصَّلَاتٍ وَالْصَّلَatoٍ وَاللَّهِ وَكَالِهِ وَاللَّهِ وَأَسْلَامُ они ахлюллах, то есть семейство Аллаха, приближенные люди к Аллаху и элита судного дня поэтому, الحمدللہ, лучше, чем может занять свою жизнь человек, раб Аллаха субхану ва Таиле, это Кураном, изучением, обучением Курана, как вы сказали хайруку мэн тя'алла мэн Курана, вааллама лучший из вас тот, кто изучает Куран, обучает его другим и как раз, маше Аллах вы рассказали про разные программы, про тавсир, про таджвит, про дальше у вас там будет махрадж хуруф махрадж хуруф, ахкам и так далее как сказал лучший из вас, кто изучал Куран туда все знания входят, все знания, которые помогают изучению Курана, таджвит и тавсир, и люгы тал араби, все туда входит, не сказал пророк Мухаммад, саллаху алейсалям мэн хафидал Куран, ва хафала, а именно та'алла мэн Куран, ва алла мэн, улумы Куран поэтому я прошу Аллаха, субхану ва Таиле чтобы вот это начало, наш вот этот первый эфир, чтобы Аллах, субхану ва Таиле вам именно дал баракат в вашем деле чтобы Аллах, субхану ва Таиле дал кавуль вашим делам, иншаллах, битнам субхану ва Таиле и чтобы мы все были из тех людей, которые привержены к Аллаху субхану ва Таиле что касается меня, меня зовут Асхат Гимадинов сам я родом с города Ульяновска в пятилетнем возрасте папа мой, рахмахуллах отвел меня в мадресе, в правительственной мечети города Ульяновска я так вкратце расскажу при центральной мечети города Ульяновска тогда я помню еще мама о ней говорила то, что меня привозили на коленках у учителя сидел, 7 лет принимали, меня с 5 лет туда отвезли я с собой за место там учебников машинки, игрушки брал и вот так вот мое детство началось именно в центральной мечети в мадресе, которое было при центральной мечети альхамдуллах первое мое вот это изучение так скажем арабских букв алфавита началось с 5 летнего возраста потом вот это так скажем арабско-татарские гимназии при центральной мечети города Ульяновска я там проучился до 7 класса потом закрыли эту гимназию я в обычную школу поступил там 2 года проучился потом уехал после 9 класса уехал в город Альмечевск знаете это мадреса была тогда Резадин Фахрзин тоже там учились учились на начале тогда вот альхамдуллах помил саллах директором тогда был Джамиль Хазрат альхамдуллах все преподаватели которые в Саудии учились были у нас Шейх Али из Туниса тогда до меня там был директор до того как я приехал там был шейх Ясин который сейчас в медине у вас это был какой год был 2000 год получается 2001 год и там тоже мне было 14 лет обрали после 11 класса но альхамдуллах помил саллаху субхану та аля на встречу пошли уважаемые шейхи за что я до сих пор за них делаю дуа приняли меня я самый младший был вообще студент из всех студентов потом потом значит два года там поручился и тоже поступил в город Эр-Риад в университет Карада Сауда тоже в 17-летнем возрасте там знаете то что саудист 18 лет принимает тогда был у нас Халид Мишари Мудир Идарат Аль-Минах помню когда даже он у нас дома был в гостях был в Ульяновске то есть меня принял такое исключение он сделал он и был еще Мудир Идарат Аль-Махид у нас шейх Абдурахман Фаузан как раз Фаузан это тот который главный редактор книжки Аль-Арабия Мой преподаватель был в Университете Малик Сауд в Махиде помню тогда еще приходил то есть не считаю ничто иное кроме как подарок от Аллаха потому что у меня с детства была мечта попасть учиться в Сауди даже поехать на хач помню когда я маленьким был меня не взяли побоялись взять маленького я не поехал и всегда у меня было такое желание попасть в эту страну обучаться брать знания Аллах принял это мое намерение и 17 лет даже когда тогда был Халид Мишари директор который за иностранство отвечал кто-то из арабов шейхи заходили он закрывал кабинет спросите его сколько ему лет специально сколько лет 17 как вы приняли вот так глаза закрыли то есть Аллах дал мне возможность глаза закрыли в Альмитинске меня приняли раньше в Саудии тоже приняли раньше тогда он закончил Махид и когда учился в Махиде то есть уже когда я с Альмитинска поехал восемь джузов наизусть знал вот как раз касательно Курана саллах и хотел сдать Куран тогда мы ездили на Таравих на савдобусном возили мечеть короля Халид тогда был иман там у него была возможность там после Таравиха там сдавать Куран ему ему и его помощником у него шейх Зухейра и они задали сколько знаешь я говорю восемь джузов сколько бы хотел сдать за рамадан я говорю ну хотелось бы все сдать хорошо готов я говорю да готов завтра придешь хорошо я говорю давай начнем с пол джуза он мне говорит от сурата аль аля до сурата аль нас еще внутри вообще легко думаю что это ну давайте я готовлюсь читать подожди я тебе еще вопрос не задал начинай все аяты от сурата аль аля до сурата аль нас все аяты которые начинаются с инна 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 и тогда субханаллах сразу их все не соберешь я попробовал это хорошо повторить придешь я говорю ладно завтра приду на следующий Таравих жду уже я прихожу готов готов точно готов конечно готов все жду вопрос инна подожди я тебе не задал вопрос все аяты которые начинаются с харф вау 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 это тебе не альбетевск я говорю дайте мне паузу готовлюсь несколько лет подготовился пришел потом сдавал первое как я начал читать аууду билля ма фи харф а фи а нету буквы а есть буква а не аууду а аууду и сразу начали они первое что поправлю получается я пол джуза только ему за весь рамадан сдам потом это такой знаете некий такой толчок потому что один момент когда ты вроде уверен знаешь махараджу аль-хуруф вроде бы как тебе кажется ты правильно читаешь но как говорит Аллах субханаму ате аля вау 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 на каждом знающем есть еще более знаешь алхамдуллах хотел к нему я попасть в эту школу при тахвида при учете но тогда у нас также учился параллельно вау один студент субханаллах он говорит я сам с афганистана афганец в пакистане живу мои родители умерли во время хиджры когда переселялись из афганистана в пакистан и субханаллах я ничего не смог им оставить в этой жизни то есть мы жили бедно я вспомнил хадис пророк мухаммад тот кто ради Аллаха выучил Коран в судный день его родителям оденут короны и золото и жемчуг и такое хотел намерение в этой жизни я ничего не смог для них сделать нахеряйте что было от меня польза для них я взялся за Коран тогда говорит то есть мы бедно жили у меня ничего не было кроме как велосипеды я поднимался в горы в день изучал зубрил по пол джуза ничего меня не отвлекало представляет день учил изучить по пол джуза за два месяца он потом 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 у меня был велосипед сдавал шейху своему и потом же ехал обучал детей и так у меня закрепился я сам себе сказал когда ты учишься знаете кто например в Сауде учился знает то что махат это раньше шуаба называлась в Медине сейчас как шуаба или махат называется сейчас махат махат то есть я думал как хорошо было бы перед тем как поступить на факультет я думал что такое наша религия что это откуда мы берем аргументы из Курана правильно и судно посланник Аллаху как было бы хорошо если бы у меня в груди были бы все аргументы нашей религии Куран я себе цель поставил чтобы до того как пустой кули учить Куран помил с Аллаху выучил сначала шейху хасибу потом уже помил с Аллаху шейху потом шейх вот так вот моя первая путь начался с Кураном помил с Всевышним Аллаху то есть перед тем как поступить на факультет помил с Аллаху поработал я на дождь в Муфтии Ульяновской области потом как бы у меня намерение еще было дальше поехать в Саудии потом уже по приглашению в Муфтии Москвы в Муфтии я начал изучать в Муфтии в Муфтии в Муфтии потом я выучил отдельно в начале учил каждый Кура выучил потом задавал одному шейху Амсаламаджиди который из Катар задавал Дури отдельно изучал каждый Кура потом мне посоветовали взять одним так скажем полностью взять все Кура в Муфтии в Муфтии в Муфтии тоже выучил это от шейха Амсаламаджиди и до этого шейх Муфамад Абдул Карим такой есть в джидде может знаете его суданец у него как раз у него читает макама от него его макама когда ходил в Муфтии читал намаз вот так вкратце поэтому также изучал отдельно и на сегодняшний день стараюсь повторять изучать это вкратце мой путь с Кураном просим Аллаха чтобы это было искренне ради Аллаха чтобы Аллах принял это чтобы это было ради удовольствия чтобы от этого было польза для мусульман Аминь и аминь